У нас есть элитный клуб. Я скажу так, что это самая элитная часть наших предпринимателей forever, потому что это люди, которые выполняют ключевую часть нашего маркетинг-плана, они делают 4 коробки каждый месяц. Кто-то говорит, это трудно, кто-то говорит. Я скажу так, что это, если вы делаете уже 4 коробки каждый месяц, и вы дальше двигаетесь, растете, я вам скажу так, что вы бизнес обязательно построите. Если вы спланируете правильно, одна коробка, я как бы потребитель, я потребляю, и вы будете работать с новыми людьми, у вас эти 4 коробки автоматически будут делаться. Ну, это элита, это люди, которые уже много лет, то есть, ну, как минимум 12 месяцев делают клуб, и для этих людей мы сделали специальный тренинг, который состоится в следующий раз, когда будет день успеха, и на следующий день у нас будет тренинг, посвященный тому, как строить социальные сети, как это делать правильно, как это делать абсолютно правильно, чтобы достигать как можно большего результата. Все это состоится. Пока мы сегодня, вот, во время перерыва будем обсуждать с лидерским советом, когда это сделать. План был 12 сентября, но мне обратились лидеры, мы должны еще раз обсудить, они хотят перенести это на октябрь. Почему? Мы узнаем, чтобы был вот квартал, и потом отчет, квартал, отчет, знаете, такое. Если это будет так, значит, тогда мы просто по возможности сделаем это, но все равно это состоится. Но предлагаю всем вам, кто хочет участвовать в этом тренинге совершенно бесплатно в течение июля и августа сделать активность. Если вы делаете активность, вы получаете право на этот тренинг, вы просто приглашаетесь и будете участвовать либо 13 сентября, либо 11 октября. Это будет в воскресенье, на второй день после Дня Успеха вы приглашаетесь на этот семинар и учебную тренировку. Ну, трудная ситуация. Нас упросили лидеры, мы говорим, да, кто пропускает месяц сейчас в этой ситуации. Мы дали возможность в течение 12 месяцев пропустить один месяц, и люди продолжают участвовать в программе «Четыре коробки». Точно так же, как для супервайзеров, мы оставляем право один месяц пропустить. То есть, кто пропустил один месяц, он может участвовать, месяц активности может участвовать в следующем тренинге. Поэтому, если кто-то случайно пропустил активность, не сделал ее, знайте, что вы можете приехать на следующий тренинг «Супервайзер» для новых супервайзеров, и мы его будем обязательно проводить. Кроме того, мы общаемся с лидером, будем делать для всех желающих супервайзеров возможность прохождения определенных тренингов. Мы это сделаем и работаем в этом направлении. Вообще, в компании, ну, были обращения, мы сделали каждый вторник в офисе в Киеве проводят, у нас организуется встреча по продукции, или сотрудники компании «Оксана» проводят тренинг, или будем приглашать врачей, так что воспользуйтесь этим приглашением. У нас также в компании есть мероприятие, есть бизнес-презентация, которая проводится каждую первую среду месяца в 16 часов. Ее проводит Михаил Спекторский, он ее проводит просто в виде формата «Рассказ о компании», маркетинг-план, поэтому если вдруг у вас в городе Киеве есть партнеры, это проводит компания, можете пригласить и использовать, можете прийти сами, можете пригласить кого-то из знакомых. Также у нас проводят вебинары, ну, как минимум я провожу второй четверг месяца в 20 часов, и, значит, вебинар о новостях компании, о том, что нас ждет в этом месяце, что нас ждет в следующем месяце, основные новости, какие-то важные вещи рассказываю, отвечая на вопросы, которые у вас есть в онлайне. И, пожалуйста, время мы выбрали 20 часов, удобное время. В те моменты, когда у меня нет доступа в интернете, то на вопросы отвечают, там, или Миша, или Настя, и вебинар тоже состоится, просто он проходит без моего участия. Обычно я присутствую всегда, если есть возможность. Если у вас есть желание, мы организуем любые вебинары. Я думаю, что мы сейчас больше будем переходить не в вебинары, а делать специальные ролики, которые помогут, там, ознакомлению с компанией. Возможно, если будет принято решение с лидерами, мы сделаем серию видеороликов, которые основаны именно по строению бизнеса. Знаете, что можно зайти в YouTube в компании, ага, урок первый, мечта, там, списки и прочее. То есть об этом мы тоже будем говорить. Если это полезно и нужно, то мы организуем такие ролики, которые будут, ну, отвечать нашим условиям построения бизнеса согласно, там, нашему маркетинг-плану и нашим задачам, которые у нас стоят. Это тоже мы будем делать все. Что у нас из новостей есть? Мы перевели брошюру, которая, вот, все в Англии, где-то такой быстроросточий бизнес, они считают, что вот по вот этому документу, по брошюре, где все расписано, можно построить сумасшедший бизнес. У нас есть похожая брошюра, называется «Быстрый старт», которая в компании изначально была, мы ее там чуть редактируем. Мы предлагаем вашему вниманию. Сейчас мы еще ее не напечатали, но мы ее выложили в интернете. Она находится в разделе «Бизнес». Называется брошюра Боба Баркера, или, не знаю, нет, она называется «Первые шаги к менеджеру», «First Times to Managers». Она есть. Попробуйте посмотреть ее. Почему я ее предлагаю вашему вниманию? Ну вот, все в Англии, кого не спросишь, говорят, как вы построили бизнес. Да как построили? Вот есть брошюры, вот рассказано, как. А вот спонсор, да, спонсор помог, да, это хорошо, да. Вот были дни успеха в компании, да. Было системное обучение, где-то было, где-то не было. Ну вот, а как ты построил бизнес? Да вот же написано, вот есть брошюра, и там все рассказано, как это делать. Сложность всего этого мероприятия в том, что нужна самомотивация. Знаете, если есть человек, который может себя самомотивировать и организовать, это здорово. Но скажу так, что мое убеждение, что работа в команде, участие вне успеха, работа, скажем, со своим спонсором и системное обучение, это добавляет ускорение. Знаете, когда вы умеете что-то делать, а вот вы включили вторую, третью передачу, не идти на первой. Но результат может достичь в любом случае. Но если вы работаете сами и верите только в свои силы, вам нужна самомотивация. Должны быть люди, которые готовы себя мотивировать. Я думаю, что на этих мероприятиях это делать значительно проще. Но изучать материалы здесь можно. Есть брошюры, есть полезные материалы, обратите внимание. Пожалуйста, зайдите, скачайте эту брошюру. Хотите, смотрите онлайн, закачайте себе. Хотите, распечатайте. Если вам понравится всем, скажете, что это то, что нужно. Мы ее напечатаем, будем продавать там, во всех наших магазинах, торговых центрах. Договорились? Посмотрите. Ну и дальше из новостей, которые уже есть, мы чуть-чуть обновили. Он был старый дизайн, мы сделали новый дизайн флайера о соках, о нашем соке, главном соколое. Вера, гель. Там важные факты. То есть вы ее посмотрите. Еще есть старая брошюра в ограниченном количестве. Если кому-то очень нравится старый дизайн, успеете ее приобрести. Цена, по-моему, на этаже новая старая брошюра. У нас появилась... Я не понимаю, почему мы так долго делали, но, слава богу, мы сделали. Мы сделали наклейку на автомобиль. Я настоял на том, чтобы она была прозрачная. Наклейки продаются прямо здесь, в зале. Мы напечатали какое-то количество, и не проблема, там, за день, за два, мы допечатываем. Цена, по-моему, если не ошибаюсь, 20 гривен. 20, да? Ну, то есть я обязательно наклею на всех своих транспортных средствах. В первую очередь на мотоциклах. Не, ну, на машине, на которой езжу, и сразу на мотоциклах тоже. Ну, вообще-то круто. Орел Форевер. Здорово. Супер. То есть, впервые увидел у Юры Кристинича эту наклейку. Он мне подарил. Я так и не решился наклеить, потому что боялся ее испортить. Потому что она была единственная. А ее очень трудно клеить. Там надо эти буквы с одной на другую. Они такие нежные. Ну, короче, там надо иметь мастерство. Я не поверил в свои силы тогда. Ну, до сих пор она у меня есть, но будет память. Но эту я уже наклею, потому что она просто клеится. И на любой машине будет хорошо смотреться. И на белом, и на черном цвете. Поэтому хорошо, уже появятся машины в Украине с нашим брендом. Так, следующий слайд, пожалуйста. По вашим просьбам. Ко мне обратились наши лидеры. Говорят, сделай, Алексей, сделай все возможно. У нас как бы в компании не принято. Считается, что если предприниматель Форевер, имеется в виду ты дистрибьютор, значит, ты же дистрибутируешь компанию. Как же можно минимальный заказ сделать стоимость одной банки сока? Ну, учитывая ситуацию, мы долго вели переговоры, наверное, недели три писали письма, на них не отвечали, потом долбили. То есть, это не политика компании, но мы сделали. Значит, на короткий период, наверное, до конца лета, ну, плюс-минус, мы сделали минимальный заказ уменьшенный. Для того, чтобы, ну, дать возможность потребителям, которые зарегистрированы в компанию, которые называются дистрибьюторами, ну, которые потребляют, мы это сделали. Помогает Люба или нет? Помогает, реально? Ну, хорошо. Мы идем навстречу, мы стараемся сделать все, чтобы наш бизнес развивался и дальше. В Херсоне мы так долго разговаривали, меня, ну, убили. Я сопротивлялся, в конце концов, мне сказали, Алексей, сделай нам специальные данности, извини. Мы проводим акцию, кто до конца лета заспонсирует как можно большее количество ассистентов супервайзера, ну, новых людей, которые уставлены ассистентами супервайзера, тот получит приз на сцене и наше признание. Так что успевайте это сделать. Ну, и короткая информация о двух новых акциях, которые есть. Первый акция, те, кто действительно увлечен нашими Си-9 и Фитами, мы даем дополнительное еще, тот набор, который был лондонский, дополнительное количество там термо, еще чего-то есть, посмотрите, что у нас есть, но это здорово. Это помогает, кто в этой системе узнает, как это все использовать. Спешите, количество ограничено, кто успеет с 15 июня заказать. Заказ только через интернет, по электронной почте присылайте заказ, чтобы все были равные условия. Первый прислал, первый получил. Мы даем в подарок вот этот набор дополнительный, который там есть. То есть, и следующая акция у нас по наборам совершенства. Покупаешь два набора, третий в подарок. Наборы строго, четыре из таких вариаций наборов, когда вы будете размещать заказ, вы сможете узнать. Очень ограниченное количество этих акционных наборов, поэтому, ну, кто быстро захочет и успеет, значит, с 15 числа в порядке живой очереди можно размещать заказы. Пожалуйста, используйте. Я всех благодарю за внимание. Я перебрал время, но мне очень хотелось об основных моментах донести до вас. Давайте сделаем так, чтобы вот эта перезагрузка в наших умах и наших партнеров произошла. Мы должны что-то начать делать, чтобы вытащить на всех из вот депрессии в мир какой-то другой. Поэтому думайте о себе и о своих близких. Спасибо за внимание. Удачи вам и здоровья. Спасибо. Встречайте в зале генеральный директор компании Forever Living Product Емельянов Алексеев. Я думаю, в появлении эфирных масел на рынке нас ждет новая череда интересных событий и, что немаловажно, новых рекордов в чеках. Да, и мы скоро все с вами станем специалистами в этой области. Друзья, я не знаю, как вы. Я когда смотрел этот ролик про ЮАР, я уже увидел себя там на слоне, в окружении загорелых каких-то людей. Есть люди в зале, которые хотели бы побывать там, в ЮАРе? Кто увидел себя там? Это все возможно, все в ваших руках. Нужно только замечтать себе это. И все может осуществиться. Но важно не только замечтать, но и начать действовать. Да действительно так, чтобы не было как в анекдоте, когда у парня спрашивают, что ты хочешь? А он говорит, ну, я мечтаю зарабатывать 100 тысяч гривен ежемесячно, так же, как мой отец. А что, ваш отец зарабатывает такие деньги? Нет, он мечтает всю жизнь. Так что, важно не мечтать, а важно тоже действовать. И от того, насколько быстро будет информация о фирменных маслах расходиться и о компании Forever на рынке Украины, и от того, какие чеки мы будем иметь, зависит только от нас с вами. Все в наших руках. Ну, а мы продолжаем. И сейчас просим подготовиться на сцену новых ассистентов-менеджера. Для вручения значка приглашаем генерального директора Алексея Ильяновича. В залу садовый репетент-менеджера на сцену. Это Вокуман Мария. Славинский, Александр и Елена. Встречаем! 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 Кто спонсор? Вы счастливы? Вы здоровы? Так вам и надо! Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! Но благодаря своему супругу Сергею, ей пришлось изменить свое мнение и начать принимать этот продукт. Получив результаты, она приняла решение строить этот бизнес. Они приняли решение строить этот бизнес вместе с супругом. И сейчас, я когда смотрю на них, они как паровоз. Видят цели, видят препятствия. Идут поставленные цели. Встречайте! Ассистем-менеджер... Наталья! И Сергей, конечно, суток ее. У нас минут пять где-то времени. Как уже сказали, меня зовут Наталья, моего мужа зовут Сергей. Мы имеем честь быть ассистентами менеджера компании «Форевер». Так, как Аня сейчас сказала, это было решение моего мужа и огромная ему благодарность. Потому что он у меня большой и у него огромное видение того, кем мы можем быть в этой жизни, что у нас может быть в этой жизни. У меня, к сожалению, этого видения, наверное, где-то не было. Скорее всего, вера в то, что это возможно для нас, для нашей семьи. Мне, именно благодаря тому, что он в это очень сильно верил, вот мы здесь только как бы на этой сцене, получил огромный результат на продукте, в основном по здоровью. Муж спортсмен, большой, здоровый, все в порядке. Я маленькая, к сожалению, очень сильно больная. За где-то год, благодаря продукции только компании «Форевер», это большие результаты по здоровью, вплоть до того, что были отказы ноги. И когда я не смогла заниматься тем, чем я занималась до этого, я, закройщик, была в ателье, стоя на ногах целый день, ноги просто отказали. И понял одну вещь, что когда ты немощен, когда ты болен, ты никому не нужен. Когда это происходит, и ты один находишься в квартире, все друзья отворачиваются. Никто тебе не дает никаких денег на то, чтобы ты решил эту проблему. Мало того, когда ты работал, и фактически, ну, было такое, что не могу ходить, на работу надо ходить, потому что нужно зарабатывать деньги. Никому не волнуйся, что тебе очень больно. Никому это не надо. Ты должен выполнять то, что надо. И когда, в основном, я, Слежа, увидел раньше на таких подобных днях успеха, к сожалению, я его не слышала. Я не слышала Хины Мадычу, которая очень просила, «Наташа, тебе это надо. Там та вера, которая поможет тебе в жизни. Нет, я не поеду, я не буду». Благодаря тому, что здесь люди говорили, ты можешь, у тебя получится, и поддерживали, несмотря что у тебя происходит в жизни. Наверное, благодаря этому мы поверили в то, что Forever может дать очень многое для нашей семьи. Forever дал мечту. Forever дал свободу. Forever дал расширение кругозора. Потому что за год, который мы начали, по крайней мере, я начала проявлять интерес в Forever, начали с Будапешта год назад. Это была Одесса, Львов, Киев очень много раз. Ужгород ездила на все семинары, которые проводились. Я слушала многих людей, которые здесь были успешны, потому что не зная, как это делать, как ты можешь это сделать. И так неудобно получилось, что закрыли супервайзера именно тогда, когда вера в то, что это возможно, уже ушла. С мужем были мысли о том, что мы не будем, наверное, этим заниматься, потому что те друзья, те знакомые, которым мы это все рассказали, они, соответственно, никто в это не поверил, никто не подписался. Тот бизнес, которым мы начали строить, это холодные контакты. Это те люди, которые, наверное, благодаря нашей веи появлялись на нашем пути. Благодаря Лене Степловой мы закрыли супервайзера основные баллы. И когда вот эта вера фактически угасла, знаете, когда золотоискатели ищут золото, им не хватает буквально где-то метра, наверное, докопаться, потому что теряется вера, и они устали. Они просто устали от того, что они копают-копают, копают-копают, а нету этого золота, и все, и они останавливаются и уходят. Когда у вас эта вера пропадает, я вас очень прошу, просто сделайте еще немножко вперед, еще сделайте пару шишков. И вот тогда оно случается само по себе. И когда нам не хватало до супервайзера 7 баллов, для нас это было огромное количество кредитных коробок, я поехала в Ужгород, Сережа говорит, наверное, ты уже никуда не поедешь, потому что это деньги, это даже месячный гривень на ту же поездку. Я говорю, Сережа, я все-таки поеду. Когда мы ехали в Ужгород на семинар, звонит моя Леночка, говорит, Наташа, в субботу работает офис? Говорю, нет, не работает. А что ты хочешь делать? Она говорит, ну я хочу, говорит, нам много взять продукт. А на сколько? Я посчитала, там было так прилично. И тут считаю, осталось 7. Когда мы приехали после семинара. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...